С 28 по 30 октября в Хабаровске проходит семинар на тему создания и деятельности организации территориального общественного самоуправления, или, коротко, ТОСов. Какую информацию получат участники семинара и как сейчас в регионе обстоят дела с организацией ТОСов? В сюжете Виктории Зыковой. Со вчерашнего дня в Хабаровске представители городов и поселков края, которые заинтересованы в создании и развитии организации территориального общественного самоуправления, или попросту ТОСов, обучаются тому, как в современных реалиях не только благоустроить свой двор, улицу или район, но и, возможно, создать коммерческую организацию. ТОСы имеют право заниматься предпринимательской деятельностью и направлять вырученные средства на дальнейшее развитие своих организаций. В соответствии с этим, в ближайшей перспективе у данных организаций может появиться более-менее постоянный источник дохода, который позволит самостоятельно решать некоторые задачи развития своей территории. Главное действующее лицо семинара – председатель Ассоциации Лиги ТОС России Георгий Милюхин, который не только привез новые знания, но и сам ознакомился с деятельностью ТОС в городе. Рекомендации дал простые – разнообразить работу и не зацикливаться только на благоустройстве. Я рекомендовал такую процедуру, как бабушка на час. Потому что много бабушек, много молодых семей, которым некуда оставить. Видите такую? И бабушки будут в пределе. И такой уже опыт есть в Нижегородской области. Очень хорошо развивается эта практика и начинают дружить разные поколения. В нашем крае ТОСы пока решают исключительно вопросы благоустройства. Краевые гранты на поддержку дают хорошую мотивацию что-то менять. Например, ТОС Уссури с 2018 года получил и освоил три гранта. Первый – самый крупный на асфальтирование транспортной дороги на своей территории. Мы получили 516 тысяч краевых средств и своих вложили примерно 700 тысяч. После реализации проекта, сразу когда мы асфальтировали, лотки уложили. Все жителями была высажена Березовая аллея. Создание таких общественных организаций поощряется на всех уровнях. В первую очередь заинтересованы в развитии нового общественного института муниципалитеты. Мы считаем, что за развитием движения ТОС будущее – это большие перспективы для развития поселения, для вовлечения жителей в общественную деятельность. Вообще уровень гражданской сознательности наших жителей очень высок. Если они делают это для себя, если они делают это своими руками, то они и берегут то, что создано. Администрация Хабаровска в этом году упростила процедуру создания ТОСов на территории города. На эти изменения отреагировали активные горожане. Если на начало года их было зарегистрировано всего три, то на конец октября в Хабаровске насчитывается уже 17 ТОСов. Субтитры создавал DimaTorzok